В любой стране Европы вы столкнетесь с первой проблемой, вы столкнетесь с нежеланием давать вам это убежить, вообще не хотят вас здесь видеть, а люди с реальными проблемами, которые прям границу, можно сказать, пересекали в Бресте, ранами на теле, с побоями, на них были свежие гематомы, следы от электрического тока, как их пытали. Такие люди, мы видим, как они скитаются по европейским странам, им либо не верят, либо верят, но признают их опасными. Том Собюстик Хилхам хотела спросить, если в Чечне мучают и пытают, угрожают, почему Европа не принимает нас, если прекрасно знают, что есть проблемы в Чечне? Ну, такие вот не совсем однозначные подходы здесь применяются. Понимаете, вот эта вот конвенция по беженцам, она регламентирует выдачу статуса беженца человеку непосредственно преследуемому. То есть, вот это вот преследование, оно должно быть непосредственно в твой адрес, тебе должна быть угроза, а не так, что в Чечне пытают, там все плохо, поэтому я вот из Чечни, дайте мне, так это не работает. Ты должен как бы обосновать, что вот непосредственно тебя, вот как меня Тумсо Абдурахманов, вот я, если вы меня сейчас вернете обратно в Россию, то вот меня конкретно там преследуют и не по праву. То есть, я не совершил никаких преступлений, которые и в этих странах считаются преступлением. В этом случае здесь это будет воспринято как незаконное преследование тебя там и личную угрозу тебе. Но тебе просто нужно будет доказать, что именно ты это сказал, что это публично стало известно, или даже если не публично, но власти об этом знают, и они из-за этого тебя хотят найти и наказать. Ты должен просто вот эту цирк-цирк четко обосновать. Но здесь, к сожалению, все чаще и чаще мы сталкиваемся с ситуациями, когда наоборот, те люди, которые реально преследуются, это касается нас именно, чеченцев, ну, кавказцев, наверное. Когда мы, то есть, к нам работает обратный подход, когда мы доказываем, или же вот этот вот вопрос преследования лично нас, он очевиден, нам даже ничего доказывать не надо, просто откройте там СМИ, интернет, и все видно. В этом случае, наоборот, нас не хотят здесь видеть, а люди, которые абсолютно с какими-то придуманными историями приезжают, какой-то бред здесь несут. Там, там, муж меня избивает, детей хочет забрать еще какую-то еще ерунду. Женщины, например, здесь говорят, им свободно, тебе статус, живи. То есть, в этом плане здесь именно к нам, к сожалению, применяют не тот подход. Да, вы правы, Томсомы обосновали угрозы и пытки в наш адрес, но нам не поверили, не знаю почему, мы уже 6 лет живем в Европе, но по-прежнему нам не верят, но верят тем, кто врет и несет чушь, вот им они верят. К сожалению, это очень распространено сейчас в Европе, именно вот эти кейсы по предоставлению убежища. Но мы, нас-то они не обманут, мы-то знаем, нам буквально надо сделать один-два звонка, чтобы узнать, насколько правдива история любого человека. И, я имею в виду, тоже кто выходить из Чечни. И, конечно, для нас бывает смешно, когда мы знаем абсолютно с придуманными, как бы несуществующими проблемами люди приезжают сюда, им предоставляют, не всегда, правда, статус беженца предоставляется, но гуманитарный статус там как-то их в любом случае легализует. А люди с реальными проблемами, которые прям границу, можно сказать, пересекали в Бресте, польскую границу пересекали с ранами на теле, с побоями, вот так прям. То есть они приехали и первое интервью давали, на них были свежие гематомы, следы от электрического тока, как их пытали. Вот такие люди, мы видим, как они скитаются по европейским странам, им либо не верят, либо верят, но признают их опасными для европейских стран. В общем, к сожалению, такая несправедливость, она присутствует. Касаясь темы убежища для чеченцев, почему мы не рассматриваем другие страны для получения убежищ, такие как страны Латинской Америки, Японии и Кореи? Потому что, наверное, ну Латинская Америка там, в принципе, сам по себе этот институт не развит. С Россией большинство этих стран находится вообще в безвизовом режиме. Ну, дружественные, можно сказать, а не России. И как там вообще обстоят дела с защитой прав человека, там, ну, в общем, это такой открытый вопрос, не знаю. Что касается Японии, то там вообще эта тема с убежищем там есть, но она очень специфическая, там государство вообще этим не занимается, какие-то там отдельные фонды этим занимаются. Ну и добраться туда, наверное, гораздо сложнее, поэтому это не популярно. В Корее, в Корее, кстати, то же самое. То есть проблемные люди, у которых проблемы с Россией, их там тоже как-то не жалуют, насколько я общался с теми, кто там побывал или находится. Ну, в общем, как только ты озвучиваешь свои проблемы, наоборот, тебя очень быстро оттуда депортируют. Вот, на сегодняшний день самая лучшая страна в беженстве какая? Невозможно вот так вот сядь и назвать какую-то страну. Все зависит от каких-то индивидуальных твоих нюансов. Семейный, ты там, одиночка, ты с проблемами реальными, ты без проблем. Если ты с проблемами, то какого характера у тебя эти проблемы? То есть, все зависит от этого. Швеция, допустим, я бы ее рекомендовал, конечно же, людям, в основном, наверное, для одиночек людей или тех, у кого уже взрослые дети. Хорошая страна, безусловно. В плане статистики, то есть, кому и как дается убежище, но очень сложный вопрос на самом деле. Потому что вот в этом плане нельзя назвать какую-то страну, сказать, что она прямо благоприятная. Здесь прям хорошая статистика по выданным убежищам. К сожалению, не могу я так сказать. Вы в любой стране Европы, вы столкнетесь с первой проблемой, вы столкнетесь с нежеланием давать вам это убежить. Но вообще не хотят вас здесь видеть. Это то, с чем вы по-любому столкнетесь. Первое интервью, первое решение, которое будет вынесено, оно не будет, то есть, вот эти вот вопросы, которые вам будут задавать, их не будут задавать с целью выяснить, являетесь ли вы преследуемым человеком. Эти вопросы будут задаваться с целью найти какую-то зацепку, чтобы вам отказать. Вот изначально вот такой вот, такой подход у работников миграционных служб. К сожалению, это так. И по-любому будет сложно взять там что-то, это если вы с реальными проблемами. Но при этом я могу составить такой топ, знаете, стран более беспредельных. То есть, те страны, которые больше взаимодействуют с российскими правоохранительными органами, и для которых любое уголовное дело, заведенное российским, в России, оно является чуть ли истинной последней инстанцией. Вот такие страны, Германия, сразу вам говорю, если у вас реальные проблемы с российской властью, Германия не ваша страна. Самая, наверное, беспредельная страна из всех европейских, которые просто могут тебя по каким-то своим там усмотрениям, желаниям, просто из-за какой-то рекомендации из России могут вас внести во всевозможные базы данных, после которых вы вообще ни счет нигде не откроете, ни поехать никуда не сможете. Это Германия. Поэтому эту страну я людям с реальными проблемами, я ее вообще не рекомендую. Лучше туда не суйтесь. И вообще лучше сделайте так, чтобы вот с этой страной у вас ничего как бы не пересекалось даже. Вот все мои проблемы, которые я получил в Европе, они были инициированы Германией. Почему, скажете, вы как такое возможно? Я никогда там даже не был. Не знаю, вот такая страна. Франция сейчас, к сожалению, страна, которая вопреки всем законам, там взяли, гадая его, выслали. Это очень плохой гадный прецедент. Субтитры создавал DimaTorzok